Настанет день. Солдат последний на площадь главную притихнувшей страны. Неспешно выйдет и смиренно народ склонится предсвидетелям войны. Мы к обелискам нежные цветы поставим. Мы вспомним всех, кто день победы приближал. Сегодня встанем и в веках восславим простых людей, кто жизнь за родину отдал. Мальчишек и девчонок угловатых, надежду светлую и родной своей семьи. Стремительной дорогой прошагавших из лона матери в объятия земли. Мужчин суровых, что все тягостные годы, взамен своих детей доверчивой руки, Сжимали пальцами немевшими от боли курки и кровью обогренные штыки. И милых женщин несравненный подвиг, что на себе ползком тащили полстраны, Несли любовь, надежду, веру, волю, а ночью плакали. Что ж, выживем, поди. Той женщине к нелегкой бабьей доле тройную ношу горя бросила война. Но лозунг «Все для фронта, для победы!» буквально поняла и приняла. Далекий тыл с настойчивостью твердой, работавший, не зная сна и суеты, Мальчишек, падавших голодный обморок, но не бросавших перегретые станки. Блокадников, делившим детям крошки, в застывшем доме полном горьких слез, Когда виднелся за крестом окошко с печальным грузом тягостный обоз. Земной поклон всем тем, кто, невзирая на нацию, религию и скудные пайки, Детишек беспризорных в семьи брали, спасая их теплом душевной доброты. Навечно память тем, кто после Дня Победы, рискуя жизнью, нечисть выгребал И от предательских ударов в спину в освобожденных странах погибал. Сжималось тяжко сердце у солдата, когда, приняв сто граммов фронтовых, переживал. Как там семья и хата? Кого найдет он из своих родных? Выплакивали горькие обиды все понимающие подруги боевой, Прощали баб пригревших инвалидов, нещадно перемолотых войной. Как тяжкий крест не шли свои потери, сыны и дочери из терзанной страны От боли сердце излечить сумели, не растеряв в боях святой любви. Домой вернувшись, отдыха не зная, отчизну вновь из пепла подняли деды. И женщины, детишек вновь рожали, моля, что больше не было войны. Любите, храните седых ветеранов, сегодня, сейчас ждут поддержки они. Горьки, тяжелые их потери и раны, гораздо больней без различия страны. Девятое мая, девятое мая, начало конца. Той ужасной войны.